В правительстве Московской области прошло совещание, посвященное ремонту дорог. В нем принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также исполняющий обязанности руководителей администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий. Под руку с весенним теплом в Подмосковье приходит и ремонт дорожного покрытия. В этом году зима неслабо потрепала асфальт региона. Результат резких перепадов температур, как говорится, налицо. На встрече в правительстве губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что новая система фотофиксации или оцифровки ям и проверенные подрядчики в этом году позволят заметно изменить дороги к лучшему. Задача муниципалитетов, руководителей территории, также иметь четкую картину, куда мы идем, какие ямы, какие проблемы на дорогах ликвидируем. Для этого должна вестись подготовительная работа сейчас. В этом году дорожникам Подмосковья предстоит привести в порядок почти две тысячи дорог, общей протяженностью более трех тысяч километров. Стоимость этого ремонта составит порядка 19 миллиардов рублей. Это рекордный объем для региона. Но теперь власти Московской области не допустят так называемой халтуры. Каждого недобросовестного подрядчика заставят ответить. Кроме того, теперь исполнители будут получать деньги только после качественно выполненной работы. Первое. Это высокое качество ремонта и высокое качество используемых материалов. Использовать некачественный материал недопустимо. Мы такую работу принимать и оплачивать не будем. Соблюдение сроков. По каждой дороге в договоре подряда определяется срок начала и срок окончания. Растягивать ремонт мы не позволим. Особенно важно, что в этом году впервые план ремонта региональных автодорог будут определять жители через интернет. Так, свои предложения они могут оставить на портале Добродел и в мобильном приложении дороги Подмосковья. На рабочем совещании также выступили главы муниципалитетов. Ямочный ремонт во всем регионе стартует 15 апреля. По словам Владимира Ружицкого, в городском округе Люберцы его планируют закончить уже в середине мая. После чего стартует капитальный ремонт дорог. У нас сегодня, к сожалению, на дорогах ям много. И ряд дорог надо ремонтировать. И мы к этой теме готовимся. Сегодня приведено целый ряд процедур. А у нас ям, я скажу, цифра, она немножечко даже пугает. Больше 4 тысяч. И они все оцифрованы. В принципе, держим руку на пульсе. Поэтому контроль будет мной. Но я надеюсь, что контроль будет в целом от жителей. Потому что жители в состоянии контролировать абсолютно все. Наказывать недобросовестных люберецких подрядчиков будут рублем. Это подчеркнул Владимир Ружицкий. Надо сказать, что все работы по ремонту автодорог в Подмосковье должны завершиться не позднее 15 октября. Задержавшихся ждут жесткие штрафные санкции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова